Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сразу оговорюсь, все о чем я буду сейчас говорить это не реклама, я ни копейки не получил, никаких денег, ни чьих, никаких коммерческих структур, я не занимаюсь коммерческой рекламой, я рассказываю о своем опыте, который может быть кому-то из вас поможет. Но тут дело в чем, история началась вообще полгода назад, и я ее не скрывал, но особо не афишировал, хотя, наверное, самые внимательные уже, конечно, все давно заметили. В общем, полгода назад в семье случилась такая у нас ситуация, что и у жены, и у младшей дочери одновременно сломались телефоны. Ну, просто вот, а это значит надо купить два телефона, а как вообще это сделать, непонятно. Ну, ладно, я так сразу подумал, значит, одной я отдам свой старый, там, докупим. Ну, кстати, я тогда начал продавать свой iPad, и даже его продал, но, правда, получилось так, что человек, который его купил, тут же мне написал, я купил ваш iPad, перечислил мне деньги, и я вам его назад дарю. Это просто слава богу, я не называю его имени, чтобы он награду на небесах не потерял, но вообще это было чудо, конечно. И я смог тогда вот свой старый отдать, купить новый, у меня еще чуть-чуть осталось денег, но их явно не хватало на то, чтобы купить новый телефон для меня, потому что мне нужно для съемок хороший iPhone, и возник вопрос вообще, что делать в этой ситуации. Я давно слышал про компанию Forward, это сервис, прям по-русски, если там набрать, подпишись.рф. Мне один из наших прихожан рассказал, и я тогда еще подумал, интересная вообще штука. То есть, это лизинг, лизинг телефона, ну, то есть, ты берешь телефон не то, чтобы в аренду, ну, то есть, ты платишь за право владения им, но юридически он тебе не принадлежит. И ты платишь ежемесячно, это как рассрочка, только выгоднее. Вообще, это не реклама, почему? Потому что сейчас уже не только компания Forward это делает, сейчас это дело запускает МТС, насколько мне известно сейчас это дело, запускает, по-моему, Мегафон тоже. Ну, в общем, все вкурили, что это очень интересная схема, когда у людей нет денег прям вот на новое устройство, на топовое, а оно, например, по каким-то причинам нужно. Сейчас вообще это такая новая экономическая система складывается, когда вообще-то не важно, что и кому юридически принадлежит. Важно, можешь ли ты этим беспрепятственно пользоваться. Сейчас то же самое, например, крупные автоконцерны продают не столько автомобили, сколько право владения автомобилем. Ты там платишь BMW какую-то сумму, и у тебя всегда новый автомобиль. Ну, у меня нет таких сумм, но вот это лизинговая схема, когда ты платишь немножечко ежемесячно, но у тебя всегда новый телефон. Это очень интересный момент. То есть, ты платишь каждый месяц, выплачиваешь 60 примерно процентов стоимости, а iPhone выходит каждый год. То есть, ты за год выплачиваешь 60 процентов стоимости нового iPhone, значит, и тебе дают новый бесплатно. Ну, через год, как только он вот выходит. И это получается, как покупать каждый год новый iPhone на 40 процентов дешевле, чем он стоит, ну, причем еще не сразу платить, а в рассрочку. И там еще есть страховка, можно один раз вот за этот год поменять разбитый экран. Ну, то есть, сами посмотрите, да, там можно сделать ранний апгрейд, значит, ну, внести ежемесячную сумму платежа, как бы, сверху. Бесплатный апгрейд через 12 месяцев, ну, и бесплатно заменить один экран раз в год. Но все равно получается выгодно. То есть, у тебя получается полная его стоимость, ты вычитаешь 40 процентов, звучало заманчиво. И, опять же, там, конечно, есть приписочка, если он у тебя не в идеальном состоянии, а есть там царапины, то тоже платишь там еще сверху за обмен. Если он прямо тебе вообще в хлам из царапанной, еще как-то там больше платишь. И я почитал отзывы, сначала было, ну, то есть, очень много негативных отзывов. Правда, все они почему-то от владельцев Самсунга. Я не понял, почему это так. Потом я разобрался, потому что, действительно, эта компания Форвард, она, значит, сотрудничала с Самсунгом сначала, да, то есть, и продавала вот так Самсунги. Ну, не продавала, давала в лизинг. А потом, насчет техники Apple, они заключили договор с Рестором. А Рестор – это официальный реселлер Apple в России. Я считаю, это лучший реселлер. Ну, то есть, правда, у меня одни положительные эмоции от их сервисного центра. Вообще, это просто потрясающие ребята. Мне очень это нравится. И, короче, я подумал, ну, хорошо, Самсунг, неважно, мне неинтересно. А насчет техники Apple не было негативных отзывов. Было два таких положительных отзыва. И я все-таки решил попробовать. Потому что я понимал, самое слабое место – это будет вот момент смены телефона. И я решил об этом не рассказывать. Я решил походить полгода. Я как раз высчитал. То есть, полгода выходит новый 13-й. Я, значит, возьму 12-й. И на 13-й его поменяю. И расскажу, как это произошло. Честно. И, то есть, для меня это была лотерея. Я мог проиграть, конечно, вот все. То есть, это мог оказаться какой-нибудь мошеннический сервис. Кстати, я помню, что я когда первый платеж сделал, мне аж банк карточку заблокировал. Они мне позвонили, сказали, что это за каким-то вы мошеннической организацией платите. Я говорю, да нет, это рестор. Это же вроде как не должно быть. Но что-то я прямо забоялся. Они говорят, ну мы карточку разблокируем. Ну, вы, типа, смотрите осторожней. Я говорю, окей, окей, ладно, ладно. Ну и, значит, я полгода, значит, платил, платил, платил. По чуть-чуть там, значит, по чуть-чуть, по чуть-чуть. В общем, у меня не было выбора. Я понимал, что это еще и лотерея в том, что я человек, у которого руки-крюки. Смогу ли я за полгода не ушатать iPhone так, чтобы он выглядел хорошо? Поэтому я, конечно, сразу купил чехол, сразу наклеил защитное стекло. В общем, я взял 12 Pro Max и снимал на него видео. И качество видео заметно улучшилось. Я смотрю по детализации бороды, кстати. То есть, вот потом после всех рендерингов, если детализация волоски и бороды видно, значит, неплохо. А если они в кашу сливаются, ну, значит, так себе. Вот оптика. Ну, тут интересно, кстати. Я впервые снимаю сейчас на 13-й iPhone. Мне самому интересно, что там получилось. Правда, еще иногда это зависит от моих, опять же, кривых рук. Потому что я неправильно выставил свет, настройки неправильно построил. Или как-то отрендерил плохо через какой-то левый кодек. Ну, в общем, бывает всякое, но я научусь. Так вот, в общем, видео были, конечно, просто пушка. Просто вот резкий скачок по сравнению с предыдущим поколением. И даже с DJI Osmo Pocket 2. И все, в общем, хорошо. В общем, я перешел. И ждал полгода. Значит, iPhone 13-й вышли. Я думаю, ну, сейчас я 13 Pro Max возьму. И не тут-то было. Они все пропали из продажи. Я что-то ждал-ждал. А просто 13 Pro были в продаже. И они ничем не отличались и не отличаются, кроме габаритов. И я плюнул и взял на 1 терабайт, потому что хочу попробовать ProRes. Естественно, я заплатил за ранний обмен. Опять купил стекло, значит, защитное. Опять купил чехол. Потому что не подходят старые, но это не Макс. Ну, и, кстати, забыл самое главное сказать, что обмен вообще прошел без сучка, без задоринки. Прекрасный там молодой человек, специалист. По-моему, Виктор его звали. Из рестора. Он все посмотрел. Вообще не придирался ни секунды. Сказал, что все, у вас идеальное состояние. Ничего доплачивать не надо. Все просто поменяем, как положено по договору. Прогнал там через все тесты. Какую-то программу там скачал. Все вообще было идеально, отлично. Визуально посмотрел. Не придирался. В общем, обмен прошел чисто. Я выплатил за год только 40% стоимости предыдущего. Ну, чуть-чуть побольше. Наверное, ну, примерно половину стоимости я выплатил. И это интересно. То есть, я полгода пользовался 12 Pro Max. За половину его стоимости. И, типа, я такой богатый человек, что я меняю iPhone каждый год. И пошел, значит, и взял сейчас вообще новую модель. Это интересно. Новую модель, конечно, я буду, видимо, год выплачивать. И все равно я выплачу 60% ее стоимости. И когда выйдет 14-й, а 14-й вот прям надо брать. Потому что здесь очень хорошо улучшили камеры. В этом, в 13-м. А в 14-м будет что-то прям совсем интересное. Вот 14-й и так надо было брать. Вот, то есть, как бы, последний, который был хороший, прям допиленный. Это 11-й, потому что Apple, как я говорил, перешла на трехгодичный цикл. Значит, надо было брать 11 Pro, скорее всего, да. 12-й можно было не брать после 11-го. Вот 13-й сейчас прям, ах, допилили. А 14-й допилит прям вообще хорошо должен быть. И это интересно. Я выплачу 60% стоимости и возьму новый. Но для кого-то это психологический барьер. Кто-то говорит, а, я попадаю в рабство. То есть, я всю жизнь должен платить этим людям. Ну, кто тебя заставляет? Можешь не платить им всю жизнь. Можешь выкупить этот телефон. И он будет теперь тогда юридически твой. Вообще, мне вот абсолютно не важно, кому юридически принадлежит мой iPhone. Вот просто он у меня в кармане. Я им пользуюсь без всяких ограничений. То есть, в новой вот этой экономической парадигме. Я пользуюсь каршерингом. Я пользуюсь вот телефоном в лизинге. Я живу в съемной квартире. Я не очень понимаю сейчас при этой схеме. То есть, я не настолько богатый человек, чтобы все купить. Я не могу себе этого позволить. А вот платить ежемесячно по чуть-чуть я могу. Хотя, в общем-то, это тоже сложно и дорого. Немножечко так напряжно, больно. И я, кстати, сделал одно еще поразительное открытие. Раньше, во времена моего студенчества, значит, я ел доширак с говяжьим вкусом. И это был классный такой продукт. И он был на голову выше, вкуснее, лучше, чем Роллтон. А сейчас все поменялось. Я перестал покупать доширак. Теперь у меня есть Роллтон. Роллтон вкуснее. Это потрясающее открытие, которое я сделал после того, как взял в лизинг 13 айфон. Хе-хе-хе. Так, я ждал 25 октября. Для чего? Чтобы вышла macOS Monterrey. Название прикольное. Я в Monterrey был. Мы были там с женой. Мы один раз в жизни были в США по приглашению местных христиан, которые оплатили нам вообще все. Вы потрясающие ребята. Они просто видели, что мы трудимся, у нас нет отпусков. И вот в 2016 году, еще до всех пандемий, мы были в Monterrey в том числе. Ну, вообще были в Калифорнии. Вот доказательства, фотографии. Там вообще очень красивая природа. Там океан потрясающий. Была пасмурная погода. Но, в общем, все равно было очень красиво. Ну, и вот теперь вышла macOS Monterrey. Значит, это такое минорное очень обновление. И все эти новые функции, ну, они не тянут никак прям вот на то, чтобы... Ах! Новая штука. Кроме одной. То есть, я не собираюсь, конечно, смотреть сериалы по фейстайму с кем-то еще. Вот эта вот функция SharePlay. Я не понимаю, кому она вообще нужна. Зачем? Ну, может быть, кто-то и захочет это делать, но мне кажется, никто не будет пользоваться. Ну, да, теперь можно быстро заметки, значит, вызвать там тапом по нижнему правому углу экрана. Быстрая заметка. Так и так можно заметки. Не очень понимаю я вот этого, всех этих улучшений. И там была только одна фишка. Универсальное управление. Это когда вот у тебя есть iPad, у тебя есть, вот у меня Mac Mini есть. И я часто веду, значит, вот стримы или лекции читаю онлайн. И у меня уже вот давно прям, то есть, у Apple вот много там можно грехов им простить за общий буфер обмена. То есть, я на Mac Mini выбираю текст. Там у меня в конспекте он, например, есть. Я тут же вставляю его, значит, в чат на iPad. Потому что я с iPad обычно веду все трансляции, все лекции читаю. Там удобно прям по экрану рисовать. Так вот, а теперь они сделали универсальное управление. То есть, ты одной мышкой вообще, одним трекпадом и одной клавиатурой можешь управлять и Mac Mini, и iPad, и вообще всем, чем хочешь. Это вообще, конечно, был отвал башки. Но! Что тут сказать? Они просто это тупо не завезли в эту релизную версию. И так стыдливенько пишут. Будет позже этой осенью. Ну, как так, ребята? А зачем вообще тогда? Ну, понятно, что да, там новые MacBook'и вы выпустили. Вам нужно Mac OS обновить. Но самую главную фишку, вот единственное, ради чего можно было обновляться, и вы не завезли. И я такой, значит, 25 октября обновился. Думаю, а, сейчас попробую. Ничего подобного. Ну, я, конечно, разочарован. Зато неожиданно, там, в новом iOS 15 обещали съемку ProRes. Тоже когда-нибудь потом. И все говорили, ой, ну это, типа, к Рождеству выкатят. Вдруг неожиданно обновили iOS 15, и теперь можно снимать в ProRes. Я, правда, пользуюсь для съемок программой Filmic Pro. А там ProRes, возможность снимать в ProRes сделали сразу же. Вот, как только вышли айфоны. Ну, может, чуть попозже. Ну, она там, в общем, все время была. Я, правда, в ProRes не снимаю сейчас. Я снимаю сейчас даже не в Хевке, а в H.264 в кодеке. Потому что большой файл будет, наверное, ну, длинный. И так быстрее будет монтаж идти. А вот жизнь Иисуса Христа я, может быть, может быть, попробую снять в ProRes. У меня же все-таки терабайтный айфон. Там должно все хватить. Умер режиссер Александр Владимирович Рогожкин. Ну, все, конечно, знают его как режиссера особенностей национальной охоты. Особенностей национальной рыбалки. Ну, конечно, там, потрясающих культовых сериалов «Улица разбитых фонарей». Убойная сила потом. Но, конечно, хотя это все добротные произведения. Все это такое вот добротное, хотя и несколько билетристическое, так вот, произведение. Но для меня, конечно, потрясением стал в свое время его фильм «Чекист». Это про работу расстрельной команды. Вот как они, там, вот эта вот тройка, которая вершит суд, и там тут же в подвале приводят приговоры в исполнение, и расстреливают разных людей, и все по-разному ведут себя перед смертью. И главный герой все время пытается для себя как-то найти моральное оправдание тому, что они тут делают, чем они занимаются. Моральное оправдание убийства вот этих людей. И он не может, он и такие конструкции городит, и сяки, и это на дело революции, это для того, чтобы было людям там лучше жить. Ну, в общем, у него не получается. И попытка оправдать злодеяние ни к чему не приводит. Он, конечно, вот сходит с ума и требует его тоже расстрелять. В общем, это надо смотреть. Это был потрясающий, конечно, фильм. И за это Александру Владимировичу Рогожкину огромное спасибо. Фильм очень тяжелый, никому так особо не рекомендую смотреть там. В таком легком расположении духа это тяжелый фильм. Как и все такое постперестроечное кино, но это фильм хороший. Так что вечная память Александру Владимировичу. Упокойся с миром. Ну, конечно, вчера меня прям потрясло. Умер Михаил Николаевич Телепов. Ох, ну, конечно, мы были на «ты», и, конечно, он был Миша Телепов. Хотя он старше меня. Но мы просто в Самаре долгое время были в одной церкви, в Баптистской. И мы сотрудничали очень плотно. Вообще, я сначала, конечно, с Надей познакомился, Телеповой. Я поступил в Самарскую библейскую школу. Я там учился. А Надя была переводчицей. И она рассказывала про своего мужа. А потом вот муж тоже вот у нее уверовал. И одни стали, значит, он был мельционер тогда еще. Ну, уже довольно высокого ранга. То есть, и вот он уверовал, стал христианином. Он, кстати, очень такой вдумчивый, очень серьезный, спокойный, добрый человек. Потрясающей моральной чистоты. Потрясающей такой настоящей аккуратности. И вообще такой вот он, ну, как настоящий мужчина. Вот образец мужчины, отца. И это было здорово. И когда вот он уверовал, это было просто вот замечательно. И я помню, что они тут же начали вот свои семейные консультации. Они очень быстро придумали программу. Потом они много учились. Они получали серьезные там научные уже степени. Как семейные психологи. Но первые свои программы они обкатывали вот на мне, что называется. Ну, не просто на мне. Я был областным благовестником. И у меня была такая большая программа, ну, такая духовно-просветительская. И обязательно один день в неделю там выступали телеповые. И рассказывали просто людям о том, как вот воспитывать детей, как строить отношения в семье. И это всегда был самый посещаемый вечер. Самая посещаемая такая вот программа. Я очень хорошо помню, как вот и Надя, и Миша, они же очень разные по темпераменту. И Миша, конечно, вот сразу влюблял в себя зал. И Надя тоже. Но они вот, их нельзя разрезать было. Их нельзя представить одного без другого. Я очень помню забавный такой момент. Они, ну, то есть, постоянно ездили. Я их программу, в принципе, выучил наизусть. Вот эту вот лекцию о воспитании детей и супружеских отношений. Значит, построении супружеских отношений. И однажды, я как сейчас помню, это был в Пестравке. Году, наверное, в 98-м. Потом, да, мы приехали. И в тот день, когда они должны были приехать из Самары, там, 100 километров от Самары до Пестравки. Это районный центр, деревня, ну, село, может быть, да. Вот. И там большой районный дом культуры такой, всё, значит. И люди пришли. А в этот день случился страшный мороз. Я вообще боялся, что люди не придут. Но в Самаре не завелись машины, которые должны были. Не завёлся автобус. То есть, нужно было, значит, привезти хор. Должен был приехать хор из Самары. И Телеповы. Это должен быть такой классный был вечер. И я звонил. Тогда не было сотовых. Я звонил с вахты в Самару. Ну, как, выехали? Нет, не выехали. Не завелись. Что делать? Уже сейчас начало. Потом мне звонят, говорят, выехали. Выехали. Только одна машина завелась. Телеповы едут. Едут Телеповы. Но они опаздывают. Опоздают примерно на час. Значит, я говорю, ну окей, мы начинаем вовремя. Я тогда расскажу потом первую часть их лекции. А они пусть вторую. Ладно, всё, давай. Значит, я вместо хора что-то там спел. Рассказал первую часть. Значит, тяну время. Смотрю на часы. Спрашиваю там жену. А никого нет же, кроме вот моей жены беременной. То есть, она всё сначала кивает голову. И вдруг, значит, там двери распахиваются. Влетает Миша, значит, лучезарный. И Надя за ним. И вот они идут на сцену. Как будто так и нужно. Люди обернулись. И вообще все зааплодировали. Вот они входят. Они вошли как абсолютно голливудские звёзды. То есть, вот. Я сказал, ну вот, наконец-то, наши эксперты, семейные психологи. Они прошли на сцену. Тут же поздоровались с залом. И сходу, слово в слово, то, что я уже рассказал, ещё раз рассказали. Но это было настолько потрясающе. Ну, потому что я-то просто наизусть. Я-то какой эксперт был тогда. Мы только поженились с женой. Жена была беременна первым ребёнком. Я просто тупо вот выучил. Запомнил всё, что они говорили. И говорил то же самое. Но им, видимо, забыли передать, что я первую часть расскажу. А им надо со второй начать. И мы тут как-то тут же на сцене. И всё. И они с самого начала. Я сейчас говорил то же самое. Мы задержали. Ну, то есть, как бы программа вместо двух часов получилась трёхчасовая. Но народ всё это прослушал на одном дыхании. Конечно. Ну, какой там Вегич. Ну, на них было смотреть одно удовольствие. И это было потрясающе. Конечно, то, что Миша ушёл. То, что ковид. И вот это всё. Я не знаю. Я не могу. Я, конечно, немножечко такой пришибленный сейчас. Я знаю, что Надя сильная женщина. Она молодец. Она справится. И она сама, значит, борется с серьёзным недугом очень уже несколько лет. Я знаю, что ей очень тяжело. Детям тяжело. Вот. У них трое детей. Ну, уже дети все, конечно, совсем взрослые. Вот. И внуки там уже. Но я просто молюсь за вас. Молюсь за Мишу. И он был человек, который не укладывался в узкие конфессиональные рамки. А вообще Телеповы – это люди мира. Они умели находить общий язык со всеми. И все их знали, любили. И подобных им христианских семейных консультантов, конечно, я лично не знаю. И это были люди, которые не просто теоретизировали. Они всей своей жизнью показывали. Вот так надо жить. Вот так. Ребята. То есть, они могли и сказать. И Миша мог сказать. Вообще, про Мишу что можно сказать? Вот. Если вы хотите узнать, каким должен быть муж и отец. Да вот Миша Телепов. Чего вы хотите? Чего вам надо? Просто вот делайте, как он. Это, конечно, нельзя. Это восполнить просто невозможно. Миша, я уверен, молится о нас. И пусть помилует его Господь. И даст ему вселиться там на небесных пажетях. И ожидать нас. Покойся в мире, Миша. Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня лично. И для нас, для нашей семьи. Надя, спасибо. Держитесь там. Все будет хорошо. Мы еще встретимся. Ну что, сегодня у нас в Москве ввели локдаун. Ну, как-то я увидел, да, высокий спрос в такси. Сказать, что стало меньше машин, чуть-чуть стало меньше на дорогах машин. Каршеринг подпропал прям. Что-то я как-то не смог найти с утра. Пришлось. Ну, надо было срочно ехать. Съемка целый день. Новый девайс, новое все вот это. Ну, надо было... Я на такси, конечно, приехал. Вот. Ну, я в ресторан это и не хожу особо. Вот если ни с кем не встречаюсь. Я так пользуюсь доставкой. Наверное, доставка будет похуже, помедленнее. Потому что кризис рабочих рук, кстати. Вот какой момент. Во-первых, сейчас в доставке, ну, просто меньше людей. Люди как-то так чуть-чуть пообеднели. Видимо, чуть подразъехались. Может, кто-то заболел, кто-то... Ну, в общем, проблемы. Несколько раз у меня было так, что... Вот там проверенная доставка, ну, типа 15 минут. А ничего подобного. Час-полтора. Вот. Не системно, но прям вот сбои и сбои. И сейчас, наверное, может быть, так нагрузочка возрастет. Может, они, конечно, новых курьеров поднаймут. Еще как-то. Ну, вот эти полторы недели нам надо как-то пережить. Богослужения не закрывают. У нас и так не больше 50 человек в помещении. Даже меньше 50 просто уже официально. И мы соблюдаем дистанцию и маски. И все такое. Поэтому наше богослужение продолжится. В общем, как-то так. Я не думаю, что это сильно как-то продлится. Но действительно идет большая смертность. И люди очень слабо прививаются. И я вот думаю, ребята, ну, привейтесь, пожалуйста. Ну, ведь вот от ковида умирают даже такие великие люди. Как Миша Телепов. Да много кто. Вот Гаркалин все еще в коме. Вот известный актер. Да слушайте, ну сколько мы уже похоронили людей. Ну, когда до вас дойдет, что не надо быть мракобесом. Надо прививаться, конечно. И тут я вот ощутил это. Многие школьники моего поколения спрашивали. Зачем нам учить биологию, химию, физику. Если это мне в жизни не пригодится. Я собираюсь там стать гуманитарием. Да вот за этим надо было учить биологию. И слушать вот нашу учительницу биологии. Потому что она у нас была очень хорошая. Вот она нам рассказывала про иммунологию. Про прививки. Она рассказывала весь механизм, как все это делается. Как вакцинация. Она, конечно, была продукт советской системы. Она говорила, мы победили ОСПУ. Мы победили ЧУМУ. Мы победили то, все. И вот она рассказывала. Она была действительно хороший специалист. И что-то она вдолбила нам в голову. Но сейчас же вот те дети, которые прогуливали биологию, химию, которые не знают, что такое физика, они боятся в результате 5G и боятся в прививках. Я не понимаю. И я вот оценил. Зачем в школе надо учить? Чтобы быть нормальным. Чтобы не бояться всего этого. Сто процентно ли это защищает? Нет, не сто процентно. Конечно, можно умереть и после прививки. Но в большинстве, в подавляющем большинстве случаев вакцина работает. И люди переносят заболевание легче. Люди переносят иногда вообще бессимптомно. Иногда в очень легкой форме. Ну, и это, конечно, очень важно. Больше года назад я говорил о том, что у нас в церковной провинции святого Михаила Архангела планируется начать движение Терцаариев. Это Третий Орден. Значит, такое братство Мирян. И вот, наконец, владыка Иоанн из Иркутска. Он сподобился. Он написал устав. Он написал все, что нужно. И у нас вот сейчас начинает действовать Третий Орден Братства Мирян в харизме святого Доминика. Для кого это нужно, я напомню. Вы можете, конечно, посмотреть в Википедии Терцаарии. Что такое монашество? Монашество – это когда ты приносишь обеты бедности, целомудрие и послушание. Ты становишься монахом. Ты живешь в монастыре. Ты работаешь на благо общества. И живешь жизнью, всецело посвященной Богу. То есть, ты молишься постоянно. Ты читаешь. Ну, и в разных орденах есть разная харизма. И вот доминиканцы – это братья-проповедники. Это те, кто несет истину Слова Божьего. И вот эта вот собака с факелом, зажженным во рту. Конечно, ассоциации сейчас всякие там средневековье. И вся эта жестокость там и так далее. Вообще, доминиканцы – это ученые и проповедники. Это вот их главная харизма. Не надо весь этот ширпотреб и все эти страшилки голливудские про доминиканцев тут же вспоминать. Но если люди хотят посвящен, посвящен Богу свою жизнь, но не готовы стать монахами, тогда можно принять на себя обязательство подражать монашескому образу жизни настолько, насколько это возможно для мирянина. И вот это третьи ордена. Первый орден – это мужские монахи, монашеские ордена. Мужские монахи, говорю. Монахи – мужчины. Второй орден – это монахини, женщины. Это монастыри женские, женские монашеские ордена. И третий орден – это миряне обоего пола. Важно сказать, кто такие миряне-торциарии. Вот в протестантизме, в баптистской церкви их называли активные члены церкви. То есть те, кто посещает все мероприятия, кто молится по бревиарию, кто каждую мессу посещает, кто дает вот эти же все обеты послушания, кто, в общем, живет полноценной духовной жизнью. Доминиканцы постоянно будут что-то прям вот изучать. И у нас это будет молитва, учеба, дисциплина. То есть сейчас вот Владыка Иоанн подготовил целый там курс учебный. Это формальная логика, там теория аргументации, античная и средневековая философия, догматическое богословие, нравственное богословие, схоластика. Латынь, скорее всего, даже будут изучать. В общем, это потрясающе. И есть люди, которые уже хотят быть братьями и сестрами этого третьего ордена. Для того, чтобы таким человеком стать, нужно быть членом старкотолической церкви не менее трех лет. И там иметь призвание к этому и так далее. Но это уже, если Владыка Иоанн там дальше будет сам принимать решение, нужно писать ему. Если кто-то смотрит и хочет вступить в этот орден, значит, человек должен быть крещен, достичь 18 лет. Он должен быть, естественно, миропомазан. Он должен быть членом старкотолической церкви на протяжении, по крайней мере, трех лет. И он должен иметь трезвый ум, способность учиться и проповедовать Слово Божие благовествовать. У нас начинает свое служение третий орден доминиканских торциариев, мирян святого Доминика. В общем, орден доминиканцев существует уже почти 800 лет. И все это совершенно прекрасно. Я счастлив. Это вот наконец-то. Меня всегда очень радует, когда какая-то инициатива не моя. И она реализуется не мной. И это прекрасно. Это значит, что организация не зациклена на одного человека, на руководителя. Это значит, что там есть разного рода дары. Значит, действует Дух Святой. Значит, люди проявляют инициативу и ее осуществляют. И это просто бальзам на митрополитии сердце.